Культпоход выходит при поддержке ООО СЗК «Стэн». Удивительная заставка. Многих, наверное, удивило. 12 часов 5 минут в городе Кирове, да, но дневного разворота сегодня не будет, потому что сегодня пятница, а по пятницам у нас забывает культпоход. И в студии, соответственно, Светлана Дождевых. И Николай Голиков. И, как всегда, очень интересный гость. И сегодня у нас это Леонид Ковардаков. Кто он? Он заведующий экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея. Давно вы у нас в гостях не были. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. На самом деле как-то музей работает, а у нас бывает редко, кстати. Вот надо даже замечание, наверное, сделать руководству музея, что приходите к нам почаще, пока вы от нас еще недалеко. И чем, да? Надеемся, что недалеко и останемся. Если вы не планируете никуда перемещаться. Отлично. Много у вас всегда всего происходит, поэтому приходите почаще. Я знаю, что вот тут тоже у вас предстоит много событий. Нам написали, что у вас и день астероиды, и день змей, и день китов, и дельфинов. И все это в Вятском палеонтологическом музее. Давайте разбираться по порядку. Вообще, что такое день астероидов и почему? Это день, в который люди, собирающие информацию об астероидах, метеоритах и столкновениях крупных космических тел с Землей, пытаются донести ее до остальных, у кого нет времени заниматься такими вещами, и объяснить, есть ли риски, и какие риски, если они есть, какова вообще история столкновения Земли с крупными космическими телами, и какие могут быть последствия от этого. Это такой официальный праздничный день, ну, то есть он установлен, да? Как тот праздничный, наверное, его не назовешь. Ну, не праздничный, я имею в виду. Не то, чтобы совсем официальный, но он есть в календаре международных событий. Вот, я это имела в виду, что он внесен, да? Нет, я понимаю, что это день, но как-то праздник, когда тебе приходят, рассказывают, что миллион лет назад на Землю упала вот такая штуковина, и полземли снесла, и что-то как-то не очень, мне не очень от этого праздничный, не знаю, свет назад. Так и вы... Хорошо. Для нас, да, праздник в том, что на нашем веку, скорее всего, ничего такого страшного не случится. Да, то есть вы сегодня как раз в Палеонтологическом музее будете рассказывать, что всё пока в порядке, и нам ничего не угрожает, да? Да. У вас, потому что сегодня происходит... В том числе, да. Да, гений астероида. Расскажите, как вы его отмечаете. Как он отмечается, да, вот именно в музее палеонтологическом? Ну, у нас была небольшая лекция, собственно, она уже завершилась. В течение дня посетители могут на экспозиции нашей постоянной в Кирове выполнить несколько заданий, размещенных на специальных стойках, ответить на вопросы и получить небольшие приятные подарки от музея. То есть вы какую-то специальную экспозицию тематическую, да, выставили? Да, поскольку у нас музей всё же палеонтологический, то мы это пытаемся как-то привязать к палеонтологии. И как это получилось? Иногда дата падения крупного тела, она связана с массовыми вымираниями. А это вот история, да? Иногда нет. И тут мы пытаемся предположить, как вообще оно должно упасть, чтобы действительно что-то серьёзное за собой повлечь. Нет, вот это вот... Всё-таки это теория, это предположение, да, вот насчёт того, что упало тело и вымерли вот эти вот все динозавры, да? То есть это же не доказано? Есть достаточно много убедительных доказательств геологических и палеонтологических, в том числе четыре года назад открытое местонахождение животных, которые прям не должны друг с другом вместе быть на одной территории и покрыты такими породами, которые точно были выброшены в результате столкновения того самого метеорита, который оставил кратер Чиксулуп. То есть это вот как бы сейчас уже воспринимается как факт? Да, конечно. Вот так. Видите, какие интересные новости мы получаем от палеонтологического музея. У вас написано на сайте, что возрастное ограничение события 7+, но это имеется в виду, наверное, 6+, да? Вот потому что есть... Ну да. Да, да, просто есть такая графа. Вопрос-то ещё в чём, что вот хорошо человек идёт по экспозиции, вот квест викторины, это вообще как? Что за вопросы там примерно хотя бы? К чему готовиться людям, которые вдруг сейчас туда придут? Не нужно ни к чему готовиться, нужно просто наслаждаться процессом. Готовиться к открытости, к новым знаниям. Ну там сотрудники музея как-то будут помогать, условно говоря, намекать. Там, где будет нужда в этом, да, конечно? Да, то есть помогут, бояться не надо, да? Конечно. Так, ну вот с днём мастероиды мы немножко разобрались, да? И сегодня он будет продолжаться до конца дня, я так понимаю, да? Можно ещё будет посетить или нужно как-то по записи, да, о себе предупредить или можно прийти. Леонид? Да, лучше заранее записываться. А как записаться, что нужно сделать? По телефону музея. Телефон музея? Который есть у нас на сайте. Есть на сайте, а так на память не помните? Редко звоните в музей, ну всё понятно. В общем, на сайте музея можно найти номер телефона, позвонить, ну и как бы записаться, да, чтобы там... Да, на события. Место в музее как-никак ограничено по-любому. Вот так что вот. Вот, ещё написано, что у вас предстоит, да, день змей, день китов, день дельфинов. Это когда? Это что такое предполагается? Да, мы пытаемся продолжать развивать тему биоразнообразия, да? Есть отдельный специальный день биоразнообразия. И по отдельным группам и видам животных люди придумали, а мы подхватили. Такие вот специализированные дни, посвящённые змеям и дельфинам и китам. Ну, если вот посмотреть на календарь, вот я как-то иногда случайно смотришь, ну, восьмую ленту, да, там у нас есть и день бобра, там день медведя, в декабре, да, условно говоря, российский праздник. А вы выбираете из них каких-то специальных животных? То есть не всё подряд отвечаете? Да, смотрим то, что можно привязать как-то к палеонтологии и то, что мы можем потянуть своими силами или с помощью партнёров. Вот, например, на день змей, который 16 июля с 11 до 12, у нас будет интерактивная беседа, «Драконии мифы» с Ольгой Полубейко, руководителем Кировского эко-клуба «Лес». Там можно будет посмотреть на ручных змей, которые Ольга с собой принесёт. Несколько разных видов. Задать вопросы, побольше узнать об этих змеях, потому что некоторые факты, которые, как мы считаем, о змеях мы знаем, оказываются на самом деле мифами, неправдой. С другой стороны, чего-то о них мы не знаем, и даже много чего. Например, зачем змеям язык, чем они питаются, и как их держать дома, как домашних питомцев, и вообще возможно ли это, и зачем. Ну вот зачем мне вот... Я бы начал с вопроса, а зачем они захалывают деньги? Вот 16 июля в Вятском палеонтологическом с 11 до 12 можно будет это узнать и со змеями тесно пообщаться. Ну вот, Леонид, смотрите, вот просто вот змеи, да, ну, пресмыкающиеся, но они каким-то там путём эволюционным с вашим, с основным наполнением связаны, да, вот с эпохой там этих вот динозавров, там предшественников динозавров, париозавров, то есть они какие-то вот наследники. А киты-то каким боком? Они же вроде как млекопитающие, современные уж такие животные. Млекопитающие, но благодаря палеонтологии о них известно, что они вторично водные. То есть их предки миллионы лет назад вернулись с суши обратно в воду. То есть они сначала были в воде, ушли из суши. Как и все, да, потом выбрались на сушу. Им там не понравилось? Потом некоторые из них, ну, что значит не понравилось, это мы сказать не можем, но так или иначе возникли условия, при которых им пришлось вернуться не просто в воду, да, а в моря и океаны, уже будучи млекопитающими, с развитым на земле мозгом. И они вот сейчас так и существуют. И киты, конкретно синики, считаются на данный момент, насколько я знаю, крупнейшим из известных науки животных, из ныне живущих и вымерших по массе тела. По размеру динозавры крупнее, да. Но по массе тела они держат пальму первенства. Николай, мне кажется, Леонид сможет нам привязать любое животное к палеонтологии. Нет, ну, на самом деле, понятно, все в этой эволюционном процессе все участвовали, рано или поздно у всех где-то там предки есть. Собственно, мы всем коллективам музея во всем, что мы делаем, мы пытаемся показать взаимосвязанность всего, что на планете происходит, и таким образом привить какую-то ответственность людям за то, что они делают здесь сейчас. Вот смотрите, вот змеи, я понял, да, придет человек, придет с живыми змеями, которые с ними общаются. Не дает покоя змеи. Я с ними довольно-таки часто встречаюсь, между прочим, потому что хожу в лес по грибам, а они там, знаете ли, ползают. Поэтому их не очень как-то. Вы делали в этом? С дельфинами режем, да? А? С дельфинами режем приходится встречаться. Вот, вот, почему я говорю, что змеи, как бы вот у вас в экспозицию, человек приходит, он видит вот этих вот змеев, ему рассказывает про них. А что вы будете показывать для кита? Киту к вам не вместится. Вместится. Маленький бумажный кит, которого можно будет изготовить на мастер-классе по бумагопластике, который, опять же, наши сосудники изготовили. Даже сделать это абсолютно самостоятельно. Ну и плюс что-то узнать новое для себя о китах и дельфинах. Мы уже узнали про кита кое-что новое для себя, да? Как это называется? Еще раз повторите. День китов и дельфинов. Нет, 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 вот это животное, двояководное или как? Вторичноводное. Вторичноводное. То есть они вернулись в воду. Чудесное, да. Вот вернулись. Отлично. Что говорит нам о том, что всегда можно измениться, подстроиться под новую среду. Это очень обнадеживает. И сменить среду обитания, когда текущее становится плохо. Потому что как-то я посещала Пермский палеонтологический музей, причем вместе с детьми. И там экскурсия начиналась так очень драматично, потому что там рассказывали как раз о том, что все поколения живых организмов, они вымирали. И что следующая очередь это наши. И это неизбежно, и мы все, в общем, вымрем. Я думаю, ну, да. Фильм «Покровские ворота», помните, да, ведь там это, когда поэты, поэты, что они все умерли. Вот, вы уже определились, когда у вас будет День китов, День дельфинов. Там же даты какие-то есть тоже, да, вот официальные. Да, 23 и 27 июля. 23 июля. И киты, и дельфины, то уж мы им два дня выделяем. В этот день можно будет прийти, попросить на кассе музея бесплатные заготовки для мастер-класса по бумагопластике, собрать этого кита и почитать, узнать, что это дополнительное. Отдадут собранное? Конечно. То есть, собой можно будет вынести кита, да? Да. Пушкинская карта у вас работает ли? Пушкинская карта работает, и с 3 июля мы добавляем возможность приобретать экскурсии по Пушкинской карте. Это то есть как? Раньше по Пушкинской карте можно было приобрести билеты в музей. Но билеты в музей – это только первый шаг. Если людям нужна экскурсия, то нужно на нее записаться и приобрести на нее групповой билет. Поскольку у нас экскурсии проводятся для групп, то есть вы собрались с классом или с семьей, с друзьями, с приятелями, решили вместе сходить на экскурсию. Звоните в музей, рассказывайте, сколько вас, когда вы соберетесь подойти. Там еще может получиться, что время занято, которое вам нужно, и нас, сотрудникам музея, которые отвечают за экскурсии, вы выберете время, которое и вам подойдет, и в которое музей сможет экскурсию привезти. А карта должна быть у всех участников экскурсии? Достаточно одного, да. Вот это уже здорово. Поскольку у нас специальных отдельных экскурсионных билетов нет, а покупается экскурсия на группу, то экскурсию на группу может приобрести любой человек с пушкинской картой. Даже если у вас один ребенок в семье, пушкинская карта у него есть, у вас может быть на семью экскурсия оплачена пушкинской картой. Напомню, что пушкинская карта предоставляется людям от 14 до 25 лет, и на нее зачисляется определенная сумма, мало ли кто-то еще с этой программы не знаком, сумма в размере 5000 рублей, которую можно в течение года тратить на культурные события. И очень многие музеи нашего города в том числе участвуют в этой программе, да, и можно посетить теперь уже и экскурсию в Палеонтологическом музее тоже по пушкинской карте. Да, с 3 июля тоже можно будет сделать. Главное, не забывайте, что обязательно нужно предварительно записаться по телефону, выбрать время, потому что экскурсию вам проведут только в ту дату и в то время, о которых вы договоритесь по телефону с сотрудниками музея. Если вы просто через интернет приобретете экскурсию по пушкинской карте и придете... Не получится. Будет разочарование. Да, нужно предварительно договариваться. Может быть, да. А вот на эти вот акции, там, на День Астероида, на День Змеи, на День Дельфина и Кита тоже по пушкинской карте можно посещать? На большинство из них, да. На День Змей точно можно. Конечно. Куда не хочется, туда и можно. Да нет, я пошутил. Змеи я люблю, они красивые на самом деле. И как я выяснил, они... На самом деле, очень многие из них, которые у нас ползают, считаются ядовитыми, они не ядовитые. Единственное, насколько я помню, у нас это гадюка только ядовитая змея, а все остальные... Ну вот, придем на День Змеи и там все точно узнаем, потому что, да, сказали, что очень много мифов у нас, да, о змеях у нас в голове. Вот, Леонид, у вас летом пора. Изыскание, исследование, сейчас что-то проводите? Кто-то у вас уехал на раскопки? Очень мне интересно узнать. Да, научные сотрудники у нас в постоянном движении на разведках по области и даже за пределами области с нашими партнерами из других регионов. Сейчас, среди прочего, готовится экспедиция большая на юг области для осмотра местонахождений, которые там известны, потенциальных точек, где могут быть палеонтологические находки. Это где, ну, точнее, может быть. В прошлом году ездили на север, в этом году на юг. Малмы, Шведские поляны, вот эти районы. Несколько дней экспедиция будет длиться, достаточно много точек получится осмотреть. И, конечно, про котельническое местонахождение не забываем. Регулярно делаем туда выезды, и в этом году уже были находки. Мы, причем раньше обычного, ну, думаю, все заметили погоду в этом году, да, и уровень воды, соответственно, тоже упал на пару недель раньше. Мы уже в мае, чего обычно не бывает, могли спокойно котельническое местонахождение осматривать. И как раз в конце мая у нас уже были первые находки. Ну, о них мы подробнее еще расскажем, когда будем в целом об итогах полевого сезона говорить. А когда вы предоставите эти итоги? Ну, это будет уже в осенью. Осенью, да, и какая-то будет в формате какой-то конференции или просто какой-то интересной встречи? Подумаем об этом. Обычно это такой формат встреч в музее, где мы показываем находки, и научные сотрудники о них рассказывают. А ведь котельническому местонахождению, если я не ошибаюсь, уже где-то лет 90, да, вот как ведутся там раскопки, и там до сих пор, да, вот что-то можно найти, то есть такой неисчерпаемый источник у нас. — Да, в этом году как раз отмечаем юбилей 90-летия. Один из вопросов, который я заготовил слушателям, был про это. Ну, минус один вопрос. — Нет, на самом деле мы всегда так задаем вопросы, мы проверяем на внимательность. — На внимание, потому что люди слушают, а потом... — И в этом году, да, мы отмечаем юбилей открытия котельнического местонахождения выставками, событиями на местонахождении, специальными экскурсиями, конкурсами где-то у себя в соцсетях. — А вот для кировчан, тех, кто в Кирове живет, вот как во все эти конкурсы, экскурсии, где информацию о них брать? — На сайте музея. — На сайте музея. — Потому что как бы тоже лето перемещаться, чудом-то сидеть. — Да, я вот видела, что у вас сейчас объявлен сбор заявок на региональную конференцию для школьников, тоже можно о ней рассказать. Я думаю, что многим будет интересно, сроки еще не вышли, поучаствовать летом вдруг у кого-то есть желание. По-моему, до 23 июля, да, я прочитала, что у вас сбор заявок от школьников 6-11 классов. Какие темы, на какие темы можно писать работы и в каком формате предоставлять? — Да, все так. Можно посмотреть также у нас на сайте и в группе «Положение», где все подробно расписано, чтобы сейчас там много времени не тратить. — Ну, в общих словах. — Главное — это самостоятельность работ, творческий подход. И по-остальному можно консультироваться с нашими научными сотрудниками, которые помогают участникам конференции. — Ага, значит, вот у меня тоже просто возникли вопросы. Я думаю, как-то вот все-таки хотелось бы консультацию получить, какие темы выбрать. — Да, тематика, тематика, потому что как бы... — Конечно, это должно быть связано с палеонтологией. — Это нам понятно. — Это естественно. — Мы сегодня выяснили, что все с ней связано. — Да, вот у меня такое же ощущение, что все связано с палеонтологией. Как вот выбрать? И, может быть, тогда скажете, о чем не надо писать? Какие работы не надо предоставлять? — Нет, таких ограничений точно подговаривать не буду. — Ну, грубо говоря, например, о палеозаврах мы знаем все, о них писать не нужно. — Много чего мы еще не знаем, много о чем. Поэтому чем больше географический разброс даже по области и тематический, тем лучше. — Ага, значит, мы выяснили, что работают... — Ребятам из районов области рекомендуем брать точки, местонахождение, которое недалеко от вас. — Тем более, что я смотрю, у нас... — Последние годы находят уже, по-моему, везде. Если раньше всегда было Котельнич, сейчас там в Чепецке что-то нашли, в Белой Холнице нашли, в Малмыже что-то нашли, кто-то в реке какой-то бивень выловил, кто-то какую-то челюсть. Смотришь, у нас вообще сплошное местонахождение, а не Кировская область. — Находили много всегда и везде. Просто не так активно об этом говорилось, не так хорошо, может быть, это популяризировалось. А вообще в области около 70 точек, где можно что-то палеонтологическое находить. Поэтому простор для исследований огромен. И мы в том числе призываем жителей области и гостей включаться в движение дарителей. Если что-то палеонтологическое нашли, нам сообщать, управлять фотографии, видео с местом находки. — Тут еще понять надо, палеонтологическое ли это, или это с третьего года там завалялось что-то. — Ну вот я расскажу, может быть, и личную такую историю. Сын у меня находил там какие-то камни, утверждая, что там в них что-то есть. Мы просто пришли с этими камушками в палеонтологический музей. Экскурсовод посмотрел их под микроскопом и действительно там подтвердил, что что-то там есть. Поэтому сотрудники палеонтологического музея открыты к общению, с большим интересом рассматривают находки. Поэтому призываю увлекаться. Это очень интересно. — Мы, собственно, рассказали будущим участникам конференции, как можно все сделать. Надо пойти на место, найти, сфотографировать, описать, приложить свое понимание того, что ты нашел, с палеонтологической точки зрения, и получить главный приз. — Леонид улыбается. — Хорошо заранее проконсультироваться с научными сотрудниками. — Леонид улыбается нашим наивным речам. — Леонид ученый. — Я конкретно нет. Важно помнить, что памятники природы, особенно палеонтологические, на них раскопки без лицензии вести нельзя. — Вот, я только об этом хотела сказать. — Где-то в некоторых местах можно собирать то, что выпало. Вот, поэтому это тоже в своих работах. — Ну, как-то обычно, я считаю, вот эти находки, они происходят довольно случайно, то есть люди ничего там не копают, просто пришли там, извините, на ту же рыбалку, там берег осыпался, и оттуда что-то вы... То есть он ничего не нарушает, это случайность. — Это конечно. — Он даже и не знал, что там, может быть, это... — Чебенку вот привезли для строительства дорог, высыпали, а там, да, ну вот как... Опять же, из личного опыта, да, из личной истории. Вот. — Леонид, еще слышала, что ваша выставка открылась в Казани, да? То есть наши вятские париозавры теперь представлены в Казани, в музее. Так ли это? — Да, да, конечно. — Что туда уехало, и как это случилось, как удалось договориться? — В прошлом году эту выставку провели в Дарвиновском музее в Москве. И, соответственно, наши казанские коллеги тоже и заинтересовались. И вот наш директор Алексей Торопов, и научный сотрудник Владимир Масютин, который эту выставку курирует. Собственно, собрав оригиналы находок из наших фондов, дополнив достойными иллюстрациями и реконструкциями эту выставку, и, собственно, перевезли и поставили. Очень красивый, полный рассказ о том, что такое вятские париозавры, дельтовятии. — То есть у вас такая, получается, уже передвижная выставка, то есть она поехала на гастроли? — Не то, что мы на гастроли, это уникальный проект. Раньше мы оригиналы находок не возили, потому что это достаточно сложно юридически и материально. Но вот после того, как в прошлом году с помощью Дарвиновского музея удалось такую выставку организовать, стало понятно, что, в принципе, можно. И те музеи, которые готовы на определенных условиях ее принимать, они вот уже ее принимают. Казанский музей первый. — То есть это именно Казанский палеонтологический музей, да? То есть профильный? Нет? — Вообще палеонтологических, чисто палеонтологических музеев в России немного. Даже вот, вы сказали, Пермский палеонтологический музей, он не палеонтологический, он музей пермских древностей. — Пермских древностей, да. — А вот именно музей, который называется палеонтологический, мы гораздо меньше. В Казани это музей естественной истории. Там больше, чем только палеонтология, там и геология, и минералогия. Палеонтология просто один из разделов. Понятно. Ну что тогда, мы, наверное, сейчас подумаем о небольшом перерыве на рекламу. Да, после рекламы вас ожидают опять вопросы от нашего гостя. Сегодня Леонид Ковардаков, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея. Он задаст вопросы, можно будет позвонить в прямой эфир. По телефону 211-101. Вот это самое главное, что мы должны были сказать перед тем, как уйдем на перерыв. Продолжается программа Культпоход. В студии по-прежнему Светлана Дождевых. Николай Голиков. И наш гость Леонид Ковардаков, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея. В первой половине мы поговорим про мероприятия, которые проходят в этом музее. И хотим еще раз напомнить, что на все мероприятия возрастное ограничение 6+, и работает пускинская карта. Но всякий раз нужно сначала позвонить и записаться. Либо на личное посещение, либо на экскурсию. Ну а так как у нас все-таки программа Культпоход, и нас неизбежно ждет розыгрыш призов, то, я напомню, телефон прямого эфира 211-101, а Светлана зачитает то, что мы будем сегодня разыгрывать. А мы разыгрываем пригласительные на любой фильм и сеанс в кинотеатры «Смена и дружба», пригласительные в Вятский художественный музей на выставку «Новая степь» художника Зарикто Доржиева, ограничение 6+, а также на выставку «Виктор Воснецов.Притяжение А», ограничение 0+. Также разыгрываем книги от магазина «Читай город», Полина Санаева, «Черная водолазка», 16+, Кай Майер, «Аромат книг», 12+, Ася Володина, «Протагонист», 18+, и Владислав Крапивин, «Мушкетер и фея», ограничение 6+, Ирина Дегтярева, «Степной ветер», ограничение 12+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганском и ТРЦ «Фестиваль». А также у нас, конечно же, есть пригласительные билеты от наших гостей сегодняшних. Это Вятский палеонтологический музей. С этими билетиками мы можем просто пройти на любое мероприятие, если позвоним предварительно. Да. Это входные билеты. Это входной билет, то есть мы просто звоним, говорим, хотим прийти, а билетик у нас уже есть. Да. Все понятно. Ну что, Леонид, давайте запустим ваш первый вопрос в эфир. Давайте, первый вопрос, наш любимый. Сколько видов динозавров найдено в Кировской области? Именно динозавров. Сколько видов динозавров найдено в Кировской области? Есть варианты ответа или путь гадают сами? Нет, тут вариантов нет. Тут нужно ответить конкретно. Тут нужно знать, да? Да. Ну что ж. Я бы дала варианты ответа. Я боюсь, что мы сейчас будем очень долго. Или Леонид это прямо... Точно без вариантов. Точно без вариантов. Я даже начинаю понимать, что он имеет в виду. Больше подсказок давать не будем. Есть, говорят, даже звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Валентина. Валентина. Ну, сколько же видов динозавров было найдено на территории Кировской области? Около 50. Нет, это неправильный. Ответ неправильный. Вот. Значит, будем ждать следующий звонок пока, думаю. Так ведь? Извините, сегодня пока не ваш день. Это... Это... Ну, как-то... Где-то можно найти эту информацию? То есть, ну, это... Нет. Всем людям я всегда говорю. Вам, пожалуйста, гаджеты в помощь. Загляните. А может быть... Ну, может быть, кто-то уже знает. А может быть, кто-то просто сообразит, в чем тут фишка, и позвонит без всякого гаджета. Мне кажется, я бы поступил вторым путем. Но будем ждать, что скажут наши слушатели. Вот. Ну, интересный вопрос. Согласитесь. Да, соглашусь. Вот. Я даже тоже уже понимаю, в чем тут, наверное, суть. Светлана, звонок есть. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр, здравствуйте. И вопрос от нашего гостя. Сколько... Я предполагаю, что ни одного. И это правильный ответ. Да. Это правильный ответ. Yes. Yes. Вот в этом был... Я сразу по его лицу даже понял, что этот вопрос с подвохом. Нет, я заподозрила. Хотя прекрасно знают своего сына, что их нет. Но, думаю, с таким серьезным лицом Леонид задавал этот вопрос. Динозавров. Динозавров. Но динозавров не было. Не было. Так, ну, да, осталось только спросить. Выбор приза. Режиссер. К редактору. К редактору, да? К редактору. Отлично. Ну, все, да. Спасибо, спасибо. 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 Ну, я почему сообразил. Потому что у нас всегда-всегда-всегда подчеркивается, что у нас пареозавры. Пареозавры. Тут можно и нагуглить, но если кто знает и будет первым, то еще лучше. Попрошу назвать самый близкий к Кировской области крупный метеоритный кратер. Именно крупный. Крупный метеоритный кратер, самый близкий к Кировской области. Вот да, тут, пожалуй, на... Оказывается, они есть довольно близко. Сейчас, скорее всего, это уже как, наверное, существует, как, может быть, озеро, да, какое-то крупное? Нет. Нет? Но следы геологам хорошо видны. Это у него есть свое имя? Благодаря... Да, у него есть имя, конечно, как у всех крупных метеоритных кратеров. У них у всех есть имена. Обычно они названы в честь поселений, которые расположены неподалеку. Ну, или рек, которые где-то рядом протекают, все по-разному. На территории Кировской области или рядом? Нет, самый близкий к Кировской области. Я уже из вопроса понял, что у нас их нет. У нас на территории, к сожалению, крупных прям нет. Или, к счастью. Или, к счастью, да. Вот просто у нас девять соседей у Кировской области, да, мы граничим с самым большим количеством других регионов. Вот, у нас вокруг девять соседей, я вот думаю, в какой... Давайте подсказку, говорят, никто... Дайте вот несколько вариантов ответа. Ну, например, вот такой-то, такой-то или такой-то. Пусть они хотя бы гадают. Три названия метеоритных... Ну, три либо названия, либо место, где они находятся там. Ну, можно по-другому сказать. Может быть, в каком метеоритете? Посмотреть список самых крупных астроблем в России. Каких? Остроблемы, это как раз следы столкновений с метеоритами. Сегодня так много слов, надо их все запоминать. Остроблемы. Вот есть звонки. На Остроблему сразу позвонили. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Ну, что вы думаете по поводу самого ближнего к нам, к самой ближней к нам Остроблемы? Нижегородский. Да, в Нижегородской области правильно. Ответ правильный. Мы думали, что ответа вообще не будет. Он называется Пучеш-Катунский. Как? Пучеш-Катунский. То есть Пучеш и Катун. Да, два раза. Пульское какое-то название получается. По большому счету, это даже на границе Нижегородской и Ивановской области очень крупный метеоритный кратер диаметром 80 километров. Возраст столкновения примерно 195 миллионов лет назад. Это юрский период, кстати говоря. И он является вторым по величине в России. Да, давайте мы Ольгу наградим. Да, обязательно. Потом продолжим немножко. Вы выбирать будете приз или к редактору? Билеты в кино. Билеты в кино. Все понятно совершенно. Билеты будут ваши. Вы сможете их забрать, придя к нам в редакцию, обратившись к нашему продюсеру Рыканне. Спасибо большое, что позвонили. Вот вы начали рассказывать, мы вас, извините, просто немножко перебили вот насчет этих вот остроблем, да? У нас в России их вообще много? Ну, достаточно много, да. Вот я вопрос задаю. Он говорит, уклончиво, достаточно много. А здесь так сказать... Конкретно сколько я сейчас не вспомню. Ну, примерно порядок там 10, 20, 5. Ну, порядок хотя бы нам понимать, сколько на нас нападало-то за историю. Десятка точно наберется достаточно крупных. Например, вот этот Пучешкатунский, он второй по размерам в России. А крупнейший Попегай находится на территории Красноярского края и Якутии. И вот он входит в четвертку крупнейших в мире. Попегайский. А как хорошо. Потому что там диаметр 100 километров. У Пучешкатунского 80 километров. То есть достаточно крупное было тело. И то, и другое, да, достаточно крупное. Так, ну что, с нас по времени, наверное, мы уже... Не успеем. Не успеем уже задать. Две минуты осталось буквально. Давайте повторим про нашу сегодняшнюю программу. То есть мы говорили о мероприятиях, которые проходят в нашем музее. Сегодня там день астероида. На подходе день змеи. Когда он будет, Леонид? 16 июля. 16 июля будет день змеи. Там придет человек со своими домашними змеями. И будет их показывать и рассказывать очень много интересных фактов. О которых вот большинство нас, может быть, даже и не знало. А следующие у нас пойдут два дня. День китов и день дельфинов. Они оба в июле. Когда? Да, 23 и 27 июля. Там вы сможете сделать своего собственного кита. И вам расскажут, как. И потом забрать его домой. Еще раньше, 5 июля, можно прийти поиграть в музей в настольные игры с 10 до 12 на палеоигротеке. Есть еще и палеоигротека. Вот о чем можно говорить. Там какие-то специфические настольные игры. Да, там настольные игры как раз палеонтологической тематики. Еще раз напоминаем, что входить туда можно по Пушкинской карте. Возрастное ограничение на большинство мероприятий. На все мероприятия. 6 плюс. Музей открыт для всех возрастов. Спасибо большое нашему гостю. Спасибо вам. Еще раз прошу передать руководству, чтобы почаще приходили к нам в эфир, потому что у вас там всегда очень много интересного происходит. Особенно ждем, когда у вас закончатся раскопки, этот вот летний период и с новыми находками, открытиями. Прямо с ними, с удара. Можно прямо в студию. Расскажем обо всем. Культ. Культ. Культ.